всем привет сегодня хочу провести эксперимент по настаиванию в ультразвуковой ванночке различных специй на дистилляте 90 градусном здесь дистиллят вот я здесь показываю что какая крепость этого дистиллята у меня есть щепа абрикосовая роза лепестки и щепа собственного приготовления дубовая средней обжарки как вообще пришло в голову сделать именно этот эксперимент звонит мне приятель айтишник то есть системный администратор и говорит сегодня пробовал ром сделанный за 10 минут из водки как из водки можно сделать ром это просто невозможно это все равно что построить велосипед из кирпича и ездить на нём он говорит нет все получилось приезжай попробую ну значит приехал я он мне показывает купили они бутылку рома в ленте купили бутылку водки там же взяли щепу дубовую для копчения средней обжарки вот у меня абрикосовая не суть взяли вот такую ванночку в которой они моют платы от ноутбуков и всякие другие запчасти налили сюда водку добавили щепу включили и якобы через 10 минут у них получился настой который они сравнили с ромами у них получилось почти один в один конечно ром из водки сделать невозможно это понимаем мы все ром делается из милассы панелы либо сахарного либо либо тростникового сахара я хочу провести эксперимент насколько напиток станет насыщенным тем или иным ингредиентом в течение определенного времени для этого я суда налью 90 градусный дистиллят насыплю какой-либо из этих ингредиентов включу на 50 ватт здесь здесь 30 либо 50 ватт включу на 10 минут и мы посмотрим насколько изменится его цвет насколько он станет облагорожен тем или иным ингредиентом ну сделаем выводы этот ролик чистый эксперимент я сам так ни разу не делал чтобы приготовить дубовую щепу собственного сочинения дубовые брусочки нужно вымачивать в течение двух дней через каждые четыре там 6 часов меняя воду для того чтобы сократить это время можно дубовые палочки класть в такую ванночку заливать водой и менять воду через каждые 10 минут то есть 5-6 раз то есть за час можно сократить время и не вымачивать ее два дня ультразвук выбьет горечь из брусочков гораздо быстрее чем вы это будете делать в течение двух дней что мы сейчас будем делать есть у меня 90 градусный дистиллят вот он здесь налит сейчас я его налью вот сюда покажу вам что он прозрачный вот он абсолютно прозрачный наливаю его в ванночку туда же кладу абрикосовую щепу поскольку ванночка небольшого объема а щепы я кладу слишком много если все получится удачно то этот по сути концентрат подойдет для облагораживания белых напитков своих белых напитков из того же сырья поскольку это сахарный самогон то вот это если все получится пойдет для смешивания с сахарными дистиллятами ну и придаст им наверное какие-то вкусы сейчас включим чтобы у нас не испарялась включим на 50 ватт закроем крышечкой выставим 10 минут и включим через 10 минут посмотрим что получилось а и Прошло 10 минут, смотрим, что у нас получилось. Нагрелось, чувствуется, температура изменилась, чувствуется, что теплое стало. Смотрим, что у нас получилось, наливаем через сито. Попробуем на вкус. Цвет. Ну, во вкусе чувствуется тонинность щепы. Древесный привкус есть, я думаю, если подержать еще 10 минут, что я сейчас и сделаю, то цвет станет еще более насыщенный. Давайте посмотрим, что получится еще через 10 минут. И посмотрим, что получится. Потом также попробую сделать на лепестках розы. Посмотрим, что будет. Ну и в чем преимущество такого способа? Как я уже сказал, можно будет сделать небольшое количество дубового либо розового экстракта. чтобы позже добавлять это в сахарный белый самогон. Ну и получится очень быстрое настаивание. Посмотрим, что выйдет из этого. Ждем 10 минут. Ну вот прошло еще 10 минут. Смотрим, что из этого получилось. Нагрелось, конечно, сильно. Чувствуется градусов примерно до 45 температуры. Ну, судя по ощущениям. Цвет стал прям намного темнее. То есть прошло 20 минут. Я думаю, что надо сделать маленько не так. Чтобы это туда не попало. Сейчас вот так выгоремим это. Основное. Совсем удобно. Ну, так. Так. Ну, вот все вы видите результат. Даже интересно. Температура прям чувствуется. Горяченькая такая. Температура. Тридцать пять. Тридцать пять. Тридцать девять и шесть градусов. Тридцать девять и шесть градусов. То есть нагрелась. А была. А была. А была. Пробуем. Ну, чувствуется прям очень хорошо. Как будто бы недели две-три на щепе простояло точно. Думаю, что этим экстрактом прям чувствуется связывающая вот эти. Тонинность. Была вот двадцать три и пять. Не знаю, видно в камеру. Нет. Двадцать три и три. Была двадцать три и три. Стало тридцать девять. То есть нагрелась. В процессе. За двадцать минут. Теплую водку пить то себе еще удовольствие. Ну, вот тонинность чувствуется прям очень хорошо. Думаю, что можно делать такие эксперименты и делать настои для последующего окрашивания, как я уже говорил, белых напитков. Ну, сейчас попробуем сделать то же самое только на розе. Нальем немножко. Вот пустая ванночка. Наливаю самогонку. Ну, и розовые лепестков маленьких сюда положим. Посмотрим, что получится с розовыми лепестками. Интересно. Ну, по идее тоже должно все случиться. Так же ставим на десять минут. И включаем. Посмотрим, что получится. Пока это все стоит, я здесь уберу все со стола. Ну, и потом закончим ролик. Посмотрим, что получится на лепестках розы. Самому интересно. Прошло еще двадцать минут. Я поставил еще на десять минут. То есть, здесь минут прошло, еще на десять минут поставил. И смотрим, что получилось. Тоже чувствую, что нагрелось. Сейчас померим температуру. Сорок градусов. Сорок и два. Не знаю, видно в камеру, не видно. Ну, вот сорок и два. Так. Теперь надо это дело слить. Свет чуть-чуть изменился. Не сказать, что сильно, но изменился. Можете видеть сами. Чуть-чуть такой фиолетовый стал. Нюхаем. Розой пахнет. Причем, достаточно сильно ярко. Во вкусе тоже чувствуется роза. Ну, вот получается. Ванночка работает. Эксперимент был мне лично интересен. Не знаю, как вам. Если вам тоже, то подписывайтесь на канал. Если еще не подписались, вступайте в наше сообщество в Telegram. Пишите комментарии. Ставьте лайки и дизлайки. Оставайтесь с нами. Делайте с нами. А потом сами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok